Тема придорожного сервиса существует и волнует умы с тех самых пор, как появились дороги. Еще в 13 веке Марко Поло писал о постоялых дворах в древнем Китае, где можно было не только помыться и отдохнуть, но и переодеться в чистый шелковый халат. Актуальна эта тема и сегодня, ведь первое, с чем сталкивается турист – дорога, а вместе с ней и сервис. Сегодня современному путешественнику, кроме как поесть и отдохнуть, как воздух необходим интернет. Буквально два месяца назад такая услуга стала доступна и на Брестских объектах придорожного сервиса, который предоставил Белтелеком. Услуга Wi-Fi на нашей АЗС установлена около месяца назад. Мы пошли навстречу требованиям клиентов, просто посмотреть, как это будет действовать, востребована ли она. Сейчас, после месяца работы, можем сказать, что услуга действительно востребована, люди интересуются, пока еще мало об этом знают, но я думаю, что в будущем мы выйдем на хороший уровень использования этой услуги. Проехав по трассе М1, можно убедиться в том, что практически на всех АЗС можно получить сети интернет разными способами. Либо с помощью карт, которые продаются нашим предприятиям. Я веду речь про карты доступа к сети Wi-Fi. Либо с помощью сетей, которые организованы самими предприятиями на местах. А это ни много ни мало, около 95%. Получить доступ к Wi-Fi через карточку очень просто. Данные, находящиеся на карте, нужно ввести в телефон, после чего вы сможете зайти в интернет. На дороге, в объектах придорожного сервиса, в городе, в том месте, где есть точки Wi-Fi. К слову, карточка на 600 минут стоит всего в районе 12 тысяч. Согласитесь, небольшая цена за 10 часов свободного плавания на просторах интернета. Правда, чтобы купить карточку, нужно предоставить паспорт или водительское удостоверение. Кстати, Wi-Fi есть и в брестских гостиницах. Так что туристы, не представляющие свою жизнь без всемирной паутины, могут смело ей пользоваться. Без интернета сейчас не обходится никто, поэтому спрашивают очень часто, очень много, очень востребовано. Модемы есть во всех номерах. Раньше они были только в холлах этажей. Сейчас интернет работает по всей гостинице, включая конференц-зал и кафе. То есть в каждом номере есть? В каждом номере, да. В каждом номере стоит модем. Сегодня все больше набирает обороты услуга бесплатного Wi-Fi. То есть вместо того, чтобы покупать карту, вы можете пользоваться интернетом безвозмездно, спросив у работника предприятия только логин и пароль. В целом сегодня по Брестской области насчитывается порядка 25 тысяч точек беспроводного доступа в интернет. И планируется, что к концу года их число вырастет еще на 5 тысяч. Поэтому уже совсем скоро зайти на любимый сайт можно будет почти в любом месте. Техническая эра по-прежнему правит балом.